А теперь выпуск продолжает короткие новости. Советуем посмотреть этот материал. Мы познакомим вас с новой схемой мошенничества, в которую попали звезды отечественного шоу-бизнеса. В России появилась новая схема мошенничества, которая называется «Белый кролик». Аферисты в соцсетях от имени звезд или с помощью ненастоящих видеороликов в новостном формате предлагают своей жертве пройти опрос на сайте за вознаграждение. После на почту приходит сообщение о выигрыше. Клиент в это верит, переходит по ссылке и попадает в так называемую «черную нору». После мошенники просят данные карты или пароли из СМС. А когда проникают в онлайн-банк, то снимают деньги. Волейболисты Новорингойского факела сообщили Европейской конфедерации волейбола, что не полетят в Италию на ответный матч с Перуджей. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Ожидалось, что игра пройдет при пустых трибунах 10 марта. Но и это не устроило факел. Напомню, первая встреча, состоявшаяся в Новом Уренгое, завершилась победой итальянского клуба. А вот решение по второму матчу уже вынесет Европейская конфедерация, сообщает Вести. Новорингойская предпринимательница Кристина Мартиросян подала иск в суд по интеллектуальным правам против певицы Аллы Пугачевой. Заявление зарегистрировано 4 марта и пока находится на стадии рассмотрения. Мартиросян принадлежит компании Кристина, которая занимается изготовлением тортов, пирожных и других сладостей. По словам концертного директора Пугачевой, ей ничего не известно об исковом заявлении и его причинах. В России предложили наказывать соцсети за противоправный контент. Этот закон готовит Совет Федерации совместно с Лигой безопасности интернета. Нововведение, по их мнению, позволит обезопасить детей от пропаганды наркотиков и экстремизма. Это предложение уже успели раскритиковать и вносят на рассмотрение его не первый раз. Прошлое предложение закончилось для авторов идеи провально. Любовь Ломака, Вероника Самошкина, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.